Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Сегодня выходные, поэтому давайте надеяться, что никакой атаки не будет на биткоин. Если снова кто-то будет манипулировать, использовать медиа на выходных, нагонять панику на фоне войны или еще что, поймите, что они делают это специально на выходных, потому что нет торгов на биткоин ETF, и они используют это обстоятельство, чтобы манипулировать ценой. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Биткоин опускался на 49 тысяч, но уже восстановился. 46 тысяч человек посетили уже мой сайт. 2,2 триллиона долларов капитализация. Биткоин поднимался на 62 500, опустился на 59 500, ну и теперь на 60 600 долларов снова чуток поднялся. Индекс страха и жадности зашел в нейтральную зону. Ставка финансирования негативная. И цена биткоина в районе 60 тысяч. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Эфириум минус 3,2%. Ворлдкоин минус 6,2%. Солана минус 4%. Биткоин 1,6%. Общая капитализация в минусе. Юни минус 2,3%. Покет минус 4%. Тесла немного подросла. Насдак тоже. Но давайте откроем теперь биткоин. Давайте начнем с... С чего? С недельного давайте. Недельная свеча закроется через 2 дня. И похоже на этой неделе будут очень высокие торговые объемы. Тут 2 дня еще осталось до завершения недели. Но тут было всего 2-3 дня в истории с такими высокими объемами. Это было в 22 году. На крахе FTX. Также на графике мы видим огромную свечу японскую. Она похожа на свечу молот. Это хорошие новости. А что такое свеча молот? Объясняю. Открывается здесь. Цена падает. Восстанавливается. И закрывается примерно там же, где открылась. Это свеча молот. Вы видите такую свечу вот на графике. Показывает силу рынка. Криптогурбот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин-индикатор бот держит сигнал на продажу. Опускаемся на дневной. Стохастик разворачивается вниз. Объемы хорошие. Биткоин, на мой взгляд, находится в импульсе. И этот импульс в волнах элета должен быть самый большой. Думаю, что биткоин пойдет на 72 тысячи. Там можно будет фиксировать прибыль. Также, что мы видим на графике, это расширяющийся клин. Я бы на самом деле вот так лучше провел трендовую, потому что в прошлые выходные это была атака на биткоин. Но когда мы посмотрим на график, то мы увидим бычий флаг. Внутри создается давление, давление, и выходим вверх. Проходим расстояние по высоте флагштока. Так что я бы рассчитывал на поход биткоина на 72 тысячи. На 4-х часовой теперь смотрим. Это не восходящий клин. Это восходящий канал, в котором сидит биткоин в данный момент. Посмотрите. Чик-чиджик. Но это канал. Итак, по идее, должен биткоин в соответствии с этим каналом пойти на 68 тысяч. Но также на графике бычий флаг. Видите, вот на 4-х часах. Флагшток и полотно флага. И в итоге вверх из него выходим. Небольшой такой бычий флажочек. Я бы попробовал подобрать биткоин от недельной поддержки, если кто еще не зашел. Не забываем поставить стоп-лосс. Вчерашняя торговая идея не активировалась. Я бы... что-то вот такая, короче, торговая идея. Зайти на 58.48, стоп-лосс на 56.847 и тейк-профит на 72 тысячи. Риск 1200 долларов. Заработать можно 14200. С десятом плечом будете торговать, заработаете 140 тысяч долларов. Вот такую сделку можно было бы открыть на биткоине. Покажу сейчас свой торговый аккаунт на полумиллиона долларов. Но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. Получайте там торговых ботов. И ссылка номер три, присоединяйтесь к моему телеграмму. На моем торговом аккаунте Bybit 598 тысяч 700 долларов. Но в начале недели было 530 тысяч. Так что получается я заработал 70 тысяч долларов на этой неделе. Прекрасно. Сделочка по биткоину в плюсе на 17 тысяч 400 долларов. А вот где я продавал и покупал биткоин. Зацените. Я продал биткоин 1 августа. Продал биткоин по 65 тысяч. И откупал биткоин на падение. И теперь биткоин стоит 60 тысяч 700 долларов. А прибыль по сделочке я получаю 17 с половиной тысяч. На балансе 599 100. 599 200. Посмотрите, как растет баланс. Прямо на глазах. На споте я держу. 2,4 биткоина. На 146 тысяч 300 долларов. 135 тысяч USDT. MCRT на 65 тысяч. Uniswap на 58. Минус 2%. Доджкоин на 39 тысяч. Минус 3. Ворлдкоин на 21 тысячу. Минус 5%. И также на 18 тысяч у меня эфира. Вот то, что я держу на своем аккаунте Bybit. MCRT на 13%. USDT 27. Биткоин 29. Uni 11. Доджкоин 7,9%. Ворлдкоин 4. Эфириум 3,7%. И теперь давайте почитаем комментарии. Привет, Джеймс. Мне нравятся твои видео, и ты по-любому номер один в трейдинге. Ты помог стольким людям, и мы это, конечно, ценим. Пожалуйста, проанализируй сэндбокс. Я помню времена, когда он стоил 4 доллара, а теперь стоит 20 центов. Не считаешь ли ты, что стоит затариться? Спасибо за вопрос. Ну, давайте посмотрим на сэндбокс. Давайте сначала эфириум, а затем перейдем на сэндбокс. Сэндбокс, если вы помните, это токен игрового проекта. Игровые проекты сильно упали на этом бучьем цикле, потому что это был не настоящий буллран. Я подробнее об этом рассказывал в интервью с Ларком Дэвисом. Это Pump ETF. Эфир опускался на 2000 долларов, 2100, и восстановился до 2600. Я подобрал эфир на 2100 долларов. Я там прям идеально зашел. Прям на самом дне. Я вам покажу свою покупочку на эфире. Вы охренеете. Это на споте было. Зацените. Четко на самом дне. 2093 доллара. Красава. Ладно, смотрим, что там дальше будет на эфире. На недельку переключимся. На недельном мы видим массивное падение эфира, и он пробил этот бычий треугольник. Опустился на 2090 долларов, и это у эфира уровень поддержки. Если будет какая-то снова эскалация, то, возможно, эфир снова опустится на этот уровень. Стахастик в перепроданности на недельном. На дневном стахастик тоже в перепроданности. Растут торговые объемы. Я бы заходил в эфир на уровне поддержки, если вы еще не зашли. 2300 долларов, или на самом деле ниже, на годовой поддержке. 2285. Более рискованный вариант, но попробовать можно. И тейк профит тянем на 4727 долларов. Риск 69 долларов, заработать можно 2400. Это в расчете на один эфириум. Теперь смотрим сэндбокс. Честно говоря, давно уже не открывал, не слежу. Поэтому не воспринимайте, как финансовые советы. Поднимался на 8 долларов. Сэндбокс. И затем, джжжжжа, опустился на 20 центов. Тут как бы можно, конечно, сказать, что поддержка на 21 цент. Но честно говоря, я бы здесь не покупал, пока действительно не увидим, что поддержка сформировалась. Но как вариант, зона покупки 21 цент. Но мы не знаем, на самом деле, как там ниже еще может опуститься. Сэндбокс. Если этот нисходящий тренд продолжится, то тогда сэндбокс может опуститься даже вот на 16 центов. Вот такие две зоны, на которых можно подбирать. Но опять же, не исключайте то, что сэндбокс может пойти еще ниже. Вернемся теперь на комментарии. Где фиксировать прибыль на Юнисвап? Я только недавно зашел, на самом деле. Поэтому буду держать до 12 долларов. Я держу много Соланы, но подумываю перелиться в эфир. Стоит ли это делать? Солана отлично восстановилась на этой неделе. Но на эфириум запустили CTF. Поэтому, если вы заработали на Солана какой-то профит, то имеет смысл частично перейти в эфир. Не думаешь ли ты, что этот бычий цикл закончится раньше? Нет, я так не думаю. Потому что у меня есть теория халвинга. Я посмотрел в историю и нашел закономерности. Рынок достигает своей вершины через 560 дней после халвинга. То есть халвинг, падение, и затем 560 дней до вершины бычьего цикла. А у нас прошло примерно 100 дней. Поэтому там есть еще куда расти, на мой взгляд. Не забывайте присоединяться к моему телеграмму. 132 трейдера онлайна в данный момент торгуют, что-то обсуждают, общаются друг с другом. Это одно из самых лучших комьюнити в криптосфере. А вот что я затвитил. Перед выходными нужно продавать, потому что снова будут манипулировать и пугать очередной войной. Так, чтобы все обосрались. Это я типа пошутил так, но тенденция такая. На ИТФ нет торгов, и они атакуют рынок. Но я свои сделки не закрывал. Может и нужно было, но после этого последнего падения, я не думаю, что в эти выходные, честно говоря, будет то же самое. Но осторожность не повредит. Подписка, лайк, колокольчик. И увидимся завтра.